Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 сентября и самое время заняться заготовками, именно суповыми заправками на зиму. Потому что я говорила, что в эти суповые заправки мы можем угнать все такие мелкие, треснутые, деформированные томаты. Всю морковку, которая бывает уродливая, которая не дохранится, весь лук, который возможно ушел в стрелку и его тоже хранить никак нельзя. Для этого идеальный вариант. Мы делаем всякие борщевые заправки, суповые заправки, рассольники. Так как я обещала рассказать про борщевую заправку, вот сейчас я в очередной раз буду делать, я вам расскажу. Оттягивала до самого последнего, потому что на меня обрушился урожай неимоверный, что я не могу даже до сих пор еще обобрать, все перетаскать. Но вот сейчас вечер наступил, темно в огороде, я решила сделать заправку. Я сейчас вам расскажу, как ее делать, как я делаю. Но самое главное, что вы должны знать, не обязательно соблюдать какой-то четкий рецепт. Я, конечно, для вас вот написала ориентировочно, чтобы тот, кто ни разу не делал, сейчас я вам покажу, все прочитаю, ориентировочно написала, как примерно делать. Но главное, вы должны соблюдать тот же самый принцип, который мы соблюдаем, когда варим суп. То есть, лука у нас меньше, морковки меньше, свеклы мы делаем чуть больше, остальное хотим, перец болгарский добавляем, хотим не добавляем. Томат тоже у нас может быть в большом количестве, может быть в маленьком количестве. Все это мы можем делать произвольно. Так как вот что есть у нас, то и мы заготавливаем. Есть лишняя зелень в огороде осталась, там укроп, петрушка. Можете туда построгать. Если нет уже зелени, всю истратили, там или засохла, она уже замерзла, можно и без зелени, можно добавить потом свежую зелень. Основное это что? Обязательно в борщевой заправке должен быть лук, морковь, свекла и томат. Если без томата делать, она будет сухая и как вы не сможете ее прокипятить. И еще томат выступает как консервант. Ну и конечно растительное масло и соль. Вот перец я пишу, можно добавлять, можно не добавлять. Я делаю так, я конечно этот чан вам не буду показывать, как я кипячу, это долго и вообще я не умею снимать видеоролики про кулинарные рецепты. Я разогреваю растительное масло. Вот смотрите, я пишу стакан, но так как у меня здесь написано свеклы 1,5 или 2 кг, томат 2 или 3 кг, исходя из того, сколько вы возьмете вот этих вот ингредиентов, какой вес, у вас будет увеличиваться или уменьшаться количество масла. Вот 1 стакан масла беру, наливаю в казан, оно разогреется. Спускаю туда лук, минут 10-15 он там покипятится, он даже не до пережаривания, а просто вот как немножко припустится, туда же отправляю морковь. Еще немножко, 10-15 минут поварю, и потом по идее должна была быть следующая свекла, но я меняю порядок и следующие отправляю именно томаты. Почему? Потому что когда томаты прокипятся, а если отправим в первую очередь свеклу, она при варке потеряет цвет, обесцветится. А если мы ее отправим после томата в кислую среду, вы знаете, что специально добавляют чуть-чуть уксус для того, чтобы свекла не теряла цвет. И вот я сначала отправляю томат, покипячу 10-15 минут, потом свеклу, попадая в кислую среду, свекла делается ярко-бордовая, цвет у нее не теряется. Видите, какие получаются заправки, прям темные такие. Вот, последняя у нас будет свекла, потом хотите добавляете зелень, хотите нет, соль тоже пишу 1-2 столовые ложки. Это исходя из того, какая у вас будет или 2 кг свеклы и 3 кг томата, или меньше. Вы не бойтесь пересолить, потому что это потом будет водой разбавляться супом, и вы если сильно посолите, то просто суп не будете солить в конце концов. И все. Когда вот вы свеклу уже отправите в томат, как закипит, минут 30-40 после закипания достаточно будет для того, чтобы оно же уже все мелко перерублено. И 30-40 минут быстренько раскладываю в банки, закатываю. На 3-х литровую, 4-х литровую кастрюлю хватает вот такой 0,7 баночки. Если вы варите маленькие кастрюльки, то нужно пол-литровые банки, а если кастрюля, например, там скольки, 5-6 литровая, то лучше расфасовать в литровые банки. Про томаты. Томаты, вот перед тем, как их туда запускать, их можно пропустить через мясорубку, их можно мелко порезать. Я ничего этого не делаю, я вот их порежу, просто как помою, порежу руками, вот так вот делаю. Вот так перемну все, и когда они закипят, они все равно разварятся, хотят они этого или не хотят, они все равно развалятся, и потом они делаются, ну как кашеобразные, их потом там даже не видно, они все разварились. Это я просто делаю для экономии времени, если у вас времени очень много, можно пропустить через мясорубку. Это борщевая заправка, очень удобно, зимой очень удобно варить, банку тушенки, если кто-то там вдалеке от дома, две картофели на эту заправку, ароматный, свежий борщ, все сохраняется. Очень-очень вкусно. И еще такой же вариант можно сделать в сухом виде. Вот есть старые рецепты, когда раньше еще не было вот таких крышечек закатывающих. То же самое, морковь натирают на терке, также помидоры, репчатый лук, болгарский перец. Только все это делают с солью, перемешивают и под капроновую крышку. Но если вы будете делать не консервированную, а вот такую соленую в сухом виде, нужно на 5, раз, два, три, четыре, на 5 килограммов смеси нужно почти пачку соли, 800 граммов. В этом случае суп потом вообще не солится. Вот эти суповые заправки, они тоже очень удобные. Они хранятся так же, как наши вот эти консервированные. У кого-то мало ли, может быть, кончились крышечки, нет крышечек или нет еще чего-то там, нет времени. Можно просто все это посолить в банку. Солим круто в этом случае. Еще раз говорю, на 5 килограммов, вот на 5-литровую кастрюлю вот этой смеси, 800 граммов соли. Я такие заправки тоже делала когда-то давно, давно, на заре своей юности. Они хорошо стоят. Единственное, что тут уже ни в какую, в 2-литровую или в маленькую кастрюльку не сделаешь. Если баночку, вот, например, такую 700 граммовую, то, конечно, ее нужно хорошо растворять водой, 4-литровую кастрюлю не меньше. Может быть, пересол. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Вот это быстро-быстро, вот такой кратенький видеообзор, как делать борщевую заправку. Я завтра или послезавтра буду делать заправку для харчо, тоже постараюсь снять. По такому же принципу делаем, только вы знаете, что в харчо мы добавляем крупу. Все, до свидания, не буду удлинять видеоролик. До следующего видео. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова